В казахском национальном костюме отражены древние традиции казахов, связанные с их этнической историей, экономическими, социальными и климатическими условиями. Современный казахский костюм состоит из многих элементов. Прежде всего, это, конечно, жакет, вышитый с казахским орнаментом, юбка с оборками и головной убор в виде саокеля или другой казахской шапочки. Это может быть круглая шапочка, может быть вот такое саокеле, оно может быть обработано мехом, с орнаментом. И вот традиционное украшение – это уке, перья или лебедя, или филина. По словам модельера, прежде чем приступить к работе, он изучает исторические книги, археологические монографии и очерки. Именно разнообразие казахских национальных узоров и орнаментов вдохновляет художника. В казахском орнаменте есть три основных направления. Это геометрические, животные и растительные. Все они представлены достаточно разнообразно. В этих узорах проявляется образный мир казахов. Названия узоров говорят сами за себя. Например, след верблюда и бараний рог, кость и позвоночник, собачий хвост. А также элементы окружающей природы, такие как зигзаг, вода, цветок и так далее. Встречаются и древние магические символы в виде геометрически правильных фигур, указывающие на принадлежность к роду или жузу. Прямые линии, круги, ромбы, треугольники также довольно часто встречаются в изделиях народных мастеров. Казахские орнаменты весьма красивые и, по поверью, обладают свойствами отгонять злых духов. За последние годы, за последние 20 лет независимости Казахстана сформировался уже достаточно фактурный свой стиль орнамента, который уже стал неким каноном. То есть и казахский костюм превратился в некую достаточно современную и каноническую одежду. То есть это там конзол, или жакет, или жилет с орнаментом, юбка, желательно длинная, с оборками, или это может быть прямая, и какой-нибудь головной обор с мехом, или тюбетейка. Алина Дышмагомбетова, Рината Ребеков, Жена Кун.